Добрый вечер! Щелкс на телевидении, диалог православного в прямом эфире. Я традиционно приглашаю всех вас вместе со мной задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Беряковскому, мастеря, игумену Евмению. Отец Мений, добрый вечер! Добрый вечер! По традиции, предлагаю нашу передачу начать со слов Спасителя. Чтение Святого Евангелия, того отрывка, который будет читаться на воскресном богослужении. В церкви читается на церковнославянском, здесь мы сами читаем в переводе на русском, чтобы было понятно. Итак, это отрывок из Евангелия от Матфея, глава 15, стихи с 21 по 28. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сыне Давидов. Дочь моя жестоко беснуется, но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Итак, и выйдя оттуда, откуда вышел Господь? Ну, мы помним, что Господь проповедовал в тот момент, если следовать конве событий евангельских, рядом с озером Галилейским, Генесарецким, в земле Генесарецкой он был. Но так как его, можно сказать, уже начали гнать, то есть не понимали и не верили, и фарисеи, и саддукеи, и первосвященники, и учителя израильские спорили с ним, оспаривали его, то, что он нес евангельскую проповедь народу израильскому, он удалился в страны языческие. То есть там, где уже не было оспаривающих его слова, там, где находились уже совсем языческие народы, то есть не израильтяне. И это называлось страной Тиро и Сидона. Да, вот подробно с вами сейчас поговорим, да, такие названия не очень понятны. Мы, наверное, так пролистываем, ну, Тирский, Сидонский, Финкеянь там есть, да, вот какие-то такие названия для нас темные вроде. Ну, финикийцев, я думаю, многие слышали, по крайней мере, из истории Древнего мира, наслышанное, что, ну, по крайней мере, финиковые пальмы, финики точно все ели. Так вот, Тир и Сидон – это два города на берегу Средиземного моря, в израильских землях, которые были заселены финикийанами, то есть или, если по ветхозаветной брать истории, то хананеи, они сами себя так называли, хананеи. То есть финикия и хананеи – это одно и то же? Да, это синонимы, да, и они были мореплаватели, торговцы, они, ну, и рыбной ловлей занимались, естественно, но и эти города были такими торговыми точками, где, ну, куда привозились товары со всех стран Средиземноморья, и там они обменивались или там продавались, и вот это достаточно богатые были города, но они, конечно же, были идолопоклоннически настроены, то есть они не являлись верующими в истинного Бога, то есть многобожие у них присутствовало, и поэтому их народ израильский считал за счет того, что они идолопоклонники, ну, таким нечистым народом, и с ними не общались. Как и самаряне также считались народом израильским, нечистыми народами с ними тоже общения не имели. Но вот Господь, тем не менее, пошел и к ним, и с ними тоже общался, и вот мы видим, что даже одна из хананеек, то есть женщина, вышла из этих земель идолопоклоннических и притекла, так сказать, Господу с просьбой о исцелении ее дочери. Перебоятся они как-то, все эти названия? Финики, но есть несколько, так сказать, версий. Одно из переводов – это цвет темно-красный, пурпурный цвет, потому что именно в тех местах добывались раковины Средиземного моря, которых при определенном, так сказать, технологическом цикле, из них добывалась краска пурпурная, и она очень ценилась, и вот финики, она происходит от названия этой краски. Финики, наверное, там тоже росли, да? Финики растут по всей земле палестинской, поэтому фиников там достаточно было всегда. Но не знаю, что от чего. Я думаю, все-таки финики от финикеян пошли, чем финикеяне от фиников. Поэтому основной – это, конечно, он и сейчас этот моллюск там живет, но, конечно же, такого использования, как это было в древние времена, у него нет. Нет, сейчас больше химические красители используются. А это такой органический краситель, очень стойкий и очень ярко-красный. А так как мы читаем из истории древнего мира, что пурпурные цвета, они подобали только таким великим княжеским, так сказать, особам, или царским особам, то, естественно, за этот пурпурный окрас давали максимальное количество денег, и, естественно, это был очень ходовой товар. Сейчас этих городов нет? И страны финики? Они неоднократно были захватчиваемы, причем и римскими, и египетскими, и даже армянскими. Даже царь туда дошел, этих мест захватывались. Естественно, разграблялись, разрушались, но на месте Сидона сейчас находится Сайда. Тир, он есть, но он чуть-чуть в другом месте основан. В названии Тир это в переводе каменная пустыня, каменная местность, а Сидон это точное повторение имени сыновей Хама. Мы помним, что семейство, пережившее потоп, это Ной с женой и три его сына Сим, Иафет и Хам. Вот у Хама был один из сыновей Сидон. И в честь него… Там еще и Ханаан тоже у них, да? Да, это уже следующее поколение, так сказать. То есть от Хама произошло много народов тоже, и, соответственно, и Хананеи, они уже следующая итерация. Но мы также знаем, что сейчас есть город Яф, это в честь Иафета названный город, также на берегу Средиземного моря. То есть мы понимаем, что семейство Ноя, после того, как они спустились из ковчега с горы Арарат, первая стоянка была у подножия горы, а потом они расселились по побережью Средиземного моря. И вот Сидон, очень древний город, как и Иафа, тоже древний город, они несут свое основание еще от сыновей и внуков Ноя. Ну, а сам Ноя вот эту стоянку около горы Арарат, основавший, дал название таким образом городу Нахичевань. Ноя-Хичевань, стоянка Ноя. До сих пор этот город тоже существует. Это к слову о том, что… А вот современные города, они вот Саид, да, это те же или они были как-то вот уничтожены, погибли они? Они погибли, потому что еще и пророки пророчились за то, что вы поклоняетесь идолам. Ну, я, так сказать, вкратце пересказываю пророчество Езекииля. То Господь разрушит и не оставит камня на камне, и камни, бревна от ваших городов будут выброшены в море. И там Александр Македонский приходил, захватывал эти города, и римские заеватели приходили и разрушали эти города. Их много очень было заевателей, и, конечно же, от них, от тех древних городов ничего не осталось. Ну, только вот если раскопки проводить, то, я думаю, археологические находки там можно произвести, этих городов остатки. А так вот от Сидона – это Сайда, а Тир существует, но чуть-чуть на другом месте. Такая информация, что древние города, вот они Тир, Сидон, они как Содом и Гамор, они все-все в кучу там получилось, да, Помпея, они все погибли, да. И вообще, как вот исчезали в истории человечества народы, государства? Ну, мы действительно можем прослеживать вот такой канул событий исторических, связанных с истинным, так сказать, народом, с истинной верой и с народами, идолопоклоннические себя, ну, осуществляющими свое жительство в идолопоклоннической вере. Мы видим, что Содом и Гамора, и там Сигоры, и еще несколько городов, рядом с ними находящихся, они были сожжены Господом за непотребство, за греховные, так сказать, уклонения от заповедей Божьих. Тир, Сидон также были разграблены, разрушены. Если Помпею вспоминать, так это, ну, просто все, наверное, на слуху. Ну, Везувий, который извержением своим уничтожил этот город вместе с жителями, а жители были также идолопоклонники, язычники, и отличался этот город также большим развратом и греховными такими удовольствиями. То есть мы видим, что, ну, можно вспомнить и государства целые, которые исчезли, например, инков, майя, которые также поклонялись идолам и даже приносили человеческие жертвоприношения, и от этих государств тоже ничего не осталось. То есть это все Господь подчинил, так сказать, завоевателям. То есть там потрудились и португальцы, и испанцы, и прочие европейцы, которые захватили эти государства инков и майя и привили им христианство, которое сейчас там присутствует, христианская вера и храмы, ну, правда, в католическом, так сказать, обличии. Но, тем не менее, сами государства Господом были истреблены, потому что всякое древо, не приносящее плода Господу, оно посекаемо и в огонь вметаемо. Это мы читаем в Евангелии. И здесь, будь то город греховной жизни или государство греховной жизни... Это самое масштабное уничтожение людей, да? Это всемирный потоп, когда кроме Нойя и семьи... Там совсем был настолько грандиозный катастроф, Господь попустил всему человечеству, что, по некоторым данным, жило от 10 до 15 миллионов человек до потопа, было жителей планеты Земля. Так вот, все они исчезли в потопных водах, и вместе с отложениями, вместе с динозаврами, все они там сейчас, так сказать, погребены в грунте, да, их останки. Остались жить только Ной со своим семейством. И, конечно же, это тоже не просто так. И мы видим, что Ной около 100 лет призывал их покаяться, изменить свою жизнь, своих, так сказать, соотечественников, то есть тех, кто жили до потопа. И говорил, что иначе грядет катастрофа, грядет потоп, Господь всех вас утопит. Но никто его не послушался. Вавилон также был погублен, хотя Иона пророка ему пророчествовал, что покайтесь, они даже покаялись первый раз, но потом опять вернулись к своим заблуждениям и языческим, так сказать, богам, и исчез, Вавилонское государство также исчезло при завоевании его другими народами. То есть мы видим одно и то же повторяющееся событие, что как только, ну даже на народе израильском это видно, на истории его, что как только народ израильский отходил от заповедей Божьих, приходили те же хананеи или там медианитяне, или амореи, или там еще какие-то окружающие их народы языческие, и побивали войско израильское, и подчиняли их, и Науха Доносор вообще захватил весь Израиль и 70 лет увел в плен, 70 лет они жили в Месопотамии. То есть от государства израильского ничего не сохранилось. И только по милосердию Божию, и для того, чтобы совершилось все-таки пророчество, чтобы Христос пришел в этот мир, этот плен Господь прекратил, и народ израильский вернулся в свою землю обетованную, где построил храм, в котором, собственно, Господь и проповедовал. Но, тем не менее, наказание за отступление от заповедей Божьих, мы видим исторически просто подтвержденные факты. Если брать уже историю евангельскую, то есть после Рождества Христова, что произошло с Израилем, с Иерусалимом, после того, как они распяли Христа, посмотрите. В 1967 году пришел военачальник Тит с войсками, окружил Иерусалим сначала. Около года была осада, и внутри жители Иерусалима даже стали каннибализмом, так сказать, заниматься, потому что пищи не осталось никакой. И все-таки захватил потом Тит этот город Иерусалим. И, как Иосиф Флавий описывает это поражение, кровь текла по улицам Иерусалима так, что тушило пожары, которые были в Иерусалиме. И около 300 тысяч оставшихся в живых захваченных Титом в Иерусалиме израильтян были проданы в рабство за 30 сребреников. Ну, как они оценили Господа Иисуса Христа за 30 сребреников. Так вот удивительным образом Господь попустил и им самим стать рабами, проданными за 30 сребреников по всему миру. И после этого государство израильского не существовало. То есть оно восстановилось только после 1945 года. То есть 2000 лет не было государства израильского. Это за то, что они распяли Христа. И это удивительным образом пересекается с пророчеством Моисея, которое мы читаем в Ветхом Завете, что сам Моисей Пророк предупреждает народ израильский, что к вам придет Мессия, которого надо будет слушаться, исполнять то, что он вам скажет. Но если вы его отвергнете и не послушаетесь его, то Господь уничтожит государство израильское, уничтожен будет храм, и будете гонимы по всей земле, не будете иметь своего государства, будете просто презираемы всеми людьми. Вот что происходило 2000 лет после того, как Тит разрушил израильское государство в 1967 году. И тогда мы разобрали все странные, вот эти Тирские, Сидонские, это такие языческие, безбожные, которые подобны были Содому-Гамурию. Зачем Господь идет в эти страны? Конечно же, как говорят, пути Господь неисповедимы. И Господь, апостол, он говорит, что вы идите только к овцам дома Израилева, то есть тем, кто истинно верует. А сам все-таки пошел к язычникам, чтобы показать, что он от них тоже не отрекался. Иначе был бы такой конфликт в духовном смысле, что если Господь пришел и сказал, я только для израильтян пришел, для спасения их, то тогда как же, язычники все должны погибнуть? Но он так и говорит, да, только к погибшим овцам дома Израиля, вот он потом как раз в Геландске смотрит рыбки. Да, здесь он это говорит, но сам потом идет и общается. То есть у него смысловой, так сказать, подтекст этих слов, он говорит, что он мог прийти только в то государство, где религиозная составляющая этого государства монотеистическая, то есть в единого Бога верует. К многобожникам, к язычникам он не мог прийти никак, потому что они его не восприняли бы как истинного Бога. Кроме того, народ израильский был подготовлен множеством пророков, которые пророчествовали за тысячу лет до пришествия Христа, что придет Мессия, и весь народ израильский жил ожиданием прихода Мессии. То есть вот это такое сообщество верующих, истинно верующих людей в ветхозаветной церковь, которая ожидала пришествия Мессии, только они могли принять Христа. Язычники его не приняли бы. Но тем не менее они не приняли тоже, да? Часть, часть, конечно, народа израильского не приняла, собственно, и распяли Христа. Но потом некоторые из них, не все, но часть из них покаялась и стала христианами. Потому что, ну а кто были апостолы? Это же тоже были евреи, тоже народ израильский. То есть, значит, часть израильтян приняла Христа, часть не приняла. И мы видим, что крещаемых по пять тысяч, там Петр, апостол Петр крестил, по пять тысяч человек, по три тысячи человек. Удивительно. Огромное количество людей все-таки приходило в христианство, после воскресения Христова. Поэтому проповедь Спасителя направлена, прежде всего, конечно же, к народу израильскому, как истинно верующему. А в дальнейшем уже эта проповедь, он дальше говорит, что к вам придут уже мои ученики, они будут проповедовать. То есть апостолы пошли уже в дальнейшем к язычникам. Мы знаем, что апостол Павел, например, прошел огромную часть Римской империи и везде создавал церковь. И все апостолы разошлись в разные стороны. Фома до Индии дошел, Матвей до Африки. И к нам апостол Андрей пришел. Мы знаем, что он до Валаама дошел. Удивительным образом через Черное море, под Днепру, вверх через Киевские горы. И до Валаама апостол Андрей проповедовал христианство в нашей стране. Таким образом, Господь в сегодняшнем Евангелии показывает, что к язычникам тоже надо идти и проповедовать. Но прежде всего, не к ним. Идет Господь. Не приняли его фарисеи из Иеральтиан. Он идет в страны язычник, в Тирский, Донский. Евангелист Марк тоже описывает этот момент. И он говорит, что Господь зашел в дом, видимо, в какой-то там тоже знакомый какой-то был, и хотел там утаиться. Вот почему Господь утаиться хотел? Ну, здесь, так сказать, с человеческой точки зрения, это можно понять не только с точки зрения божественной, но с человеческой точки зрения, за Господом всегда шла толпа людей. По несколько тысяч людей его окружали, и каждый из них хотел прикоснуться к нему, хотел что-то у него попросить. Исцелиться. Или о ком-то попросить, или о себе попросить, или еще какие-то проблемы решить. Мы видим в других местах Евангелия, кто что. Кто, чтобы его рассудили с братом, там разделить имение. Кто, значит, чтобы прозрел. Кто там прокаженные, Господи, исцели. Значит, родители за бесноватых детей, как и это, да, Финик Янг тоже за свою дочку, Веронику, да. То есть Вероника звали, да, и дочку. Дочка Вероника, да. Юста, по-моему, сама. И, соответственно, сама мать. Соответственно, этих просьб каждый день на Господа изливалось огромное количество, и здесь он, это не одно место, то есть евангельское, где говорится, что он не хотел, чтобы узнали о его пришествии. Да, он уходил и молиться уходил. Да, и ночной молитве он уходил один. И часто он апостолов посылал, например, «Вы плывите, а я вас там догоню по морю Тюриадскому, Галилейскому». То есть мы видим, что Господь уединялся. То есть ему также, это, ну, по человеческому естеству необходимо было отдыхать. А по-божественному, конечно же, это другой смысл имеет. Это то, что Господь никому не навязывается. Поэтому, ну, как бы люди это сделали, да, если они хотели бы, вот, чтобы их услышали, да, они бы созвали там весь город на центральную площадь, сделали бы трибуну, значит, на трибуну Господа… Анонсы сделать. Да, анонсы там, рекламу там повесить везде, на всех углах, что вот завтра мы ждем, да, вот прибудет, собираетесь. Потому что, нет, Господь так не делал, это совершенно не в божественном промысле такое было. То есть он приходил и, не навязываясь, в каком-то жилище жил. Чтобы даже, как здесь написано, не хотел, чтобы узнали. Но все равно народ узнавал, потому что это невозможно было не узнать, так как, повторюсь, за ним шли толпы людей. Конечно, эти толпы… И слух по всей Сирии тоже, да, в Евангелии написано о нем. Ну, представьте, если кто-то исцелился из какого-то одного селения. Вот один человек из этого селения исцелился, он вернулся домой исцеленный. Что произошло в этом селении? Все больные побежали бы сразу ко Христу. И так происходило везде, где Господь следовал. И мы помним, даже когда он шел из Рихона в Иерусалим, как даже сидящие вдоль дороги слепые, спрашивая, а что за шум-то такой? То есть они слышат, толпа идет, что-то такое. Им говорят, идет Христос. Они начинают кричать, вопить, чтобы он остановился и исполнил их желание о прозрении, да, в Артемии, Сантемии, в частности. И тут, значит, Господь хочет укрыться, но его находит женщина-хананиянка. Нас удивляет то, что вот здесь она говорит, «Господи, сын Давидов!» То есть она, если она из язычников получается, да, и тут она… Откуда она знает это? Откуда она знает. Поэтому есть такая версия, что это одна из хананиянок, принявших веру израильскую, потому что и такие были тоже хананеи и другие, вышедшие из там, из самаряне, из языческих народов, но принявшие вероисповедание ветхозаветное от народа израильского. Поэтому она и знает сын Давидов. То есть она… И тут даже написано, «выйди из тех мест». То есть она вышла из языческих мест, чтобы встретить Господа. Она навстречу ему шла. То есть, может быть, где-то в Иерусалиме она не дерзала туда идти, потому что, повторюсь, все народы, которые не израильтяне, считались нечистыми, ее могли просто не пустить туда. Хотя… Даже Господь там дальше псами называет, да? Да, да, да. Это же не просто так. И поэтому здесь она недалеко отошла от своей местности, где она проживала, и встретила Господа. Но, посмотрите, если Господь не говорил, где он будет находиться, в каком жилище, она все равно его нашла. Поэтому все желающие, кто хотел, они находили Господа. Это не значит, что он прятался. Да, «выйди из тех мест» здесь можно двояко принимать. То есть, как и физически она вышла, отдалился от этих городов, да? Ну, и в том числе и духовно, да. Да, то есть, в этих местах она отделилась от этих язычников, да, от идолопоклонников. Ну, мы видим по ее фразе, что она действительно ведет себя как истинно верующий человек. То есть, она отделилась не только телесным образом, да, уйдя из земель языческих, она еще и духовно ушла от языческих верований и пришла к истинному Богу с истинной верой, о чем потом сам Господь говорит, «Твоя вера-то большая, и поэтому по вере твоей да будет тебе». То есть, он удивился, как бы, и увидел ее веру. Но, как вы думаете, Господь, можно обмануть? Конечно же, Господь видит ведь не лицо, а сердце человеческое, поэтому он сразу видел, что в ней внутри. И он видел ее истинную веру в него. И только поэтому совершилось чудо исцеления ее дочери. Мы помним, что в Назарете, в городе Израильском, Господь не мог совершить многих чудес за неверствие их, потому что они не веровали в него и удивлялся неверию. То есть, здесь он удивляется вере, а там он неверие удивлялся. И повторюсь, что если бы здесь не было бы веры у этой женщины, то не совершилось бы чудо. Сейчас мы еще до этих ответов, почему Господь молчал, сейчас мы дойдем. Почему женщина, да, бомбилась к Господу, и то она сначала, получается, сзади шла, да, то есть там кричала вслед, там, помилуй меня. Почему она кричала, например, не помилуй дочь мою беснущуюся, а помилуй меня? Ну, здесь мы видим, что она подойти не дерзнула, так как была не рода израильского, да, ну, или, может быть, толпа не позволяла ей приблизиться к Господу, то есть настолько плотно окружала Господа эта толпа, она через, так сказать, головы кричала, помилуй меня, Господи. Ну, она кричала не о дочери, а о себе, потому что, как истинно любящая мать, она, безусловно, страдала, видя то беснование, в котором находилась ее дочка. И она понимала, что у дочери нет будущего, что дочь, ну, она погибнет, если останется в этом своем несчастном состоянии, дальше пребывать, то есть, ну, как сумасшедшие, да. Она, сама дочка, даже не понимала свое состояние, то есть она, ну, разума у нее не было, как у любого бесноватого. Соответственно, здесь ее страдания, они тоже требовали помилования, и она говорила о себе, подразумевая, что ее, помилуя ее страдания, снимая с нее страдания, Господь исцелит ее дочь, потому что это то, чем она страдала. У нее самой-то болезни не было, но у нее была боль сердечная за дочку, поэтому она говорила, Господи, меня помилуй, дай мне исцеление моей душе, и дай мне отдохновение, радость, и мир души. Таким образом, каким? Только единственным образом, исцелив ее дочь, это можно было ей даровать. То есть, она взывала к милосердию Божию, она понимала, что как Бог, любит своих детей, своих чад, так и она любит свое чадо, и поэтому он ее поймет. Да, святые отцы еще толкуют этот момент аллегорически, то есть, эта женщина про образ церкви-язычников, она, наверное, получается, первая из язычников, так и обратилась к Господу, то есть, она молит как раз о своей дочери, обо всем народе языческом, мы же тоже, в принципе, тоже как язычник, тоже по ее стопам, получается. Ну да, да, ведь Русь, она же не была крещена во времена земной жизни спасителя, да, она в 988 году от Рождества Христова было крещение Руси, да, поэтому, конечно же, мы были язычниками некогда в своей исторической конве событий существования наших земель, но потом мы уверовали и пришли к Богу, и так же и здесь, то есть, много языческих народов не сразу пришли ко Господу, но потихоньку. Та же земля Хананейская, то есть, вот эта Финикия, о которой мы сейчас говорим, сейчас земля там Ливан, Сирия, вот эта местность, ведь они тоже были потом в дальнейшем христианами, и в другом месте мы читаем, как на колодце встретила язычница, самарянка Фатиния, да, Господа, и тоже уверовала, этот колодец, кстати, до сих пор существует, к нему можно прийти и там набрать воды, напиться, колодец, из которого пил некогда Христос, и вот эта вот Фатиния, которая также к этому колодцу пришла. То есть, эти все исторические места, они сохранены, и, слава Богу, их можно увидеть и соприкоснуться с ними. Поэтому, возвращаясь к вопросу о язычниках и о церкви языческой, мы видим, что Господь таким образом показывает, что не только среди иудеев будет церковь истины, но и среди язычников. И, собственно, потом с этим же вопросом был и Петр, разбирался, когда к нему пришел сотник, просил крестить его весь дом, потому что его ангел послал к Петру для проповеди, для того, чтобы он крещен был со всем домом. И также и Павел крестил язычников. То есть, здесь мы видим, что Господь своим примером показывает, что и язычникам тоже надо проповедовать христианство. Да, и женщина как раз к нам имеет прямое отношение. То есть, она, получается, молила за нас, чтобы Господь нас помолил. Но она этого не понимала. У нее была, я думаю, в голове мысль только о своей дочери и о спасении. Но прообраз языческих народов. И у нас так читается, наверное, уже в Евангелии в храмах. Мы видим такой необыкновенный поступок Господа. То есть, мы видим, Господь сам призывает людей, исцеляет. Здесь женщина бросается в ноги, просит его. А Господь молчит его. Как же так? Ну, здесь несколько таких моментов в этом, действительно, таком вот маленьком эпизоде жизни земной Господа мы видим. Во-первых, Господь молчал до какого момента? До момента, пока апостолы не вступились за эту женщину. То есть, он, может быть, и ждал как раз, чтобы апостолы сами попросили. И таким образом, через кого язычница пришла к Господу? Опять же, через апостолов. О чем она говорит? Что свет к язычникам придет через народ еврейский, через иудеев, через израильский народ. И здесь именно так и произошло. То есть, опять произошло по воле Божией. То есть, не напрямую язычница пришла ко Господу, и он ее исполнил по желанию. Нет. Господь своим молчанием сподвиг заступиться за нее апостолов, и апостолы естественным путем совершили закон Божий, заступившись за язычницу. То есть, они ее привели ко Христу. Кроме того, там непонятных мотив. Либо они так по милосердию, вот Господи. А это уже не важно. Либо уже надоело нам тут, докучает нам тут. А это уже не важно совершенно, потому что важно само действие. По плодам, познайте их. Действие какое? Апостолы от народа израильского привели ко Христу язычницу. Здесь это произошло именно так. А так, конечно же, они не задумывались о тех глубоких вопросах, которые мы сейчас разбираем. Они это, естественно, у кого-то, может быть, жалость возникла. Но вот она весь день ходит, кричит бедная, мучается. Кто-то пожалел ее. Кто-то, может быть, действительно уже устал от ее воплей душераздирающих. Ну, давай. И вот они сговорились, привели ее. Как ты здесь тоже евангельский, там судья, да? Тоже вдова приходится. За безотчество. То есть, за то, что за неотступность вдовы, судья, все-таки сделает то, что она просит. А здесь сам Господь. Но по-прежнему, повторюсь, Господь ждал заступления за нее апостолов. Здесь он апостолом говорит, да? Я апостолом только к погибшим овцам дома Израиля. Причем даже непонятно, да? То есть апостол подошли, неизвестно, слышала ли эту фразу вообще-то женщина, да? То есть, может быть, это только апостолом он сказал, да? Нет, слышала. Она же потом сказала, что, ну, и псы едят крупицы. Это уже потом она, когда подошла, уже третий раз. То есть, получается, первый раз она вообще сзади там шла, да? Кричала вслед им, да? Помилуй меня, Господи. Потом тут такой эпизод, что останавливаются апостолы, обращаются ко Господу, вот, ну, давай же, помоги ей. Ну, вот. Господь вроде как будто тоже как будто как отказом отвечает, да? Ну, он здесь, опять же, вот то, о чем я перед этим говорил, что он здесь говорит, что я пришел к погибшим овцам дома Израилева. А если погибшие овцы дома Израилева хотят ко мне привезти народы языческие, я не против. И здесь как раз он как бы намекает, ну, вы приведите ее ко мне. То есть я к ней не пойду, вы ее ко мне приведите. То есть вот эта логическая цепочка должна была совершиться апостолами. И поэтому этим разговором он их сподвигает на участие в проповеди христианства среди язычников, своих учеников. И что потом и его не обвинили, да? Конечно, он нарушил закон, да. То есть этот же закон прописан ветхозаветными пророками, что он, Мессия, придет, дабы спасти народ израильский. И он это и сделал. Но он не отверг и язычников и совершил также то, что сам сказал, что через народ израильский будет проповедь Евангелия языческих народов. Здесь это в таком зачаточном виде, мы это видим здесь. И дальше такая происходит развязка. Не то чтобы развязка, а предразвязка. То есть женщина осмеливается, уже дерзновенно подходит к Господу, кланяется, говорит, Господи, помоги мне. А Господь ей так вот, говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Ну, наверное, на нашем месте мы бы обиделись бы, точно. А она, да, да, Господи, так. Ну и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Ну, здесь мы видим такое вот терпение и целеустремленность этой женщины. То есть она самоотверженно, вопреки своим там чистолюбию, самолюбию там и каким-то другим гордостным мотивам, она это все отбрасывает ради жизни и здоровья своей дочери. То есть ей уже на себя все равно, так сказать, наплевать, как к ней относятся, лишь бы совершилась ее просьба. И в этом моменте мы видим, как она любила свою дочь, и как она самоотверженно шла через все преграды к достижению своей цели. И в этом мы видим и смирение ее. То есть она настолько смирилась, что она согласна быть кем угодно, как угодно, как хочешь, Господи, меня так и назови. Я действительно там, как царь Давид говорил, я пыль придорожная. Кто я? Червь, а не человек. Это же царь народа израильского Давид говорил, можете прочитать в Псалтире. И здесь мы видим такое же смирение этой женщины, а смирения без истинной веры не бывает. И когда Господь увидел ее смирение, целеустремленность, такая жертвенность и любовь к своей дочери, то Он понял, что... Ну как понял? Он и так это знал, конечно же. Но Он отметил, что у тебя крепкая и сильная вера женщина. И по твоей вере. Господь, наверное, знал все это, да? Заранее, конечно. То есть Он не боялся ее потерять, да? Он дал ей возможность проявиться. То есть то, что у нее было внутри, молчаливо носилось в ее сердце. Вот эти вот борения и вот эти чувства, которые сейчас мы раскладываем по полочкам. Господь о них знал еще до ее рождения, конечно же, что все это будет. Так как Господь вне времени существует, Он знает и прошлое, и настоящее будущее одновременно. И здесь Он просто создал такую ситуацию для того, чтобы она проявила свои внутренние качества. Чтобы эти внутренние качества были увидены апостолами, которые также оценили веру и увидели, что не только народ израильский способен на истинную веру, сильную, твердую веру, но и какая-то язычница, совершенно из далеких, так сказать, мест от Иерусалима, живущая где-то там на окраинах государства израильского, она тоже истинно и крепко верует. Это тоже для апостолов было в укреплении и в такое научении, как они должны относиться ко всем без исключения людям. «Господь, да, говорит, великая вера твоя, да будет тебе по желанию твоему исцелилась дочь ее в тот час». Вот здесь такая развязка у нас происходит. Вот эта вера, какой для нас урок? Надо понять, что Господь слышит всех без исключения, как вот Он ее слышал, но иногда молчит и не отвечает. Почему? Потому что что-то мы должны сделать такое, которое нас приблизит к Богу. Вот она что сделала? Она приблизилась к Богу через апостолов. Мы можем к Богу приблизиться через заступничество наших святых, преподобных или святителей, или мучеников, новомучеников российских. Апостолов тех же, да. Тех же апостолов. То есть если мы будем просить их заступничество за нас, или Пресвятую Богородицу будем просить, или святителя Николая, то они также придут к Господу и скажут, вот вопиет Господи. Да и к самому Господу, как она, да, тоже, Господи, помилуй меня. Это первое, да. Второе, то есть искать заступников. Здесь мы видим явно, что заступничество святых пред Богом, оно дает возможность, ну, открывает двери намного проще и быстрее прийти к Богу со своей просьбой. Второе, это, конечно же, ее смирение, терпение, целеустремленность и твердость веры. Здесь мы берем для себя в пример для подражания, потому что иначе как без веры можно обращаться к Богу? Если я не верю, что Бог есть, кому мне молиться? Если я не имею смирения, то как несмиренный человек говорит, да я сам решу свои проблемы, вопросы, я сам, так сказать, я царь природы, я найду выход из той или иной ситуации. Но есть ситуации безвыходные с точки зрения человеческой, да? Но мы помним, что Господь сказал, человеку это невозможно, Богу же возможно все. Вот это надо не забывать, что Господь может любую ситуацию повернуть в нужном, в полезном направлении для человека. И это тоже надежда и упование на Бога, с которым женщина это также подошла к Господу. Она твердо уповала, что Господь поможет. Она твердо верила, что это Бог. Она твердо переступала через свою гордость, эгоизм, самость и прочее, и смирялась таким образом пред Богом. И это все нам в урок. Мы должны из этого вынести... То есть вера, неотступность, молитвы, смирение. Смирение, вера, неотступность, молитвы, упование на Бога, любовь к ближнему, заступничество святых угодников, также брать на вооружение. То есть молитва и к Богу, Матери Божией, и ко всем святым угодникам. То есть это все нам дает возможность открывать такие двери, которые сами по себе мы не откроем. У нас сил не хватит. Мы вообще, наверное, недооцениваем силу молитвы, да? То есть мы думаем, что пойдем лучше что-нибудь предпринем в таком физическом отношении. С этого начинают, наверное, все, да? Вот, ну, как же я там... Надо же что-то делать. Знаю, что у меня и силы есть, там, образование есть, связи есть, там, деньги есть, там, еще что-то есть, там, все. Я сейчас вот с помощью комбинации вот этих своих возможностей я буду решать проблему, которая передо мной вдруг ни с того ни сего встала. Но, повторюсь, часто человек все эти возможности свои перебирает и приходит к тому, что проблема не решилась. То есть он уже израсходовал все свои таланты, все возможности, все связи, все деньги, все учебу свою и прочее, прочее. А все, как было на одном месте, так и остается. И вот в этой патовой ситуации человек начинает задумать, «Ну так, похоже, мне надо идти к Богу». То есть я своими человеческими силами эту проблему решить не смогу. И это уже помысел смирения. То есть когда человек уже не сам решает что-то такое в своей судьбе, а просит помощи у Бога. И сама мысль эта, что без Бога не до порога, да, как наша пословица говорит, она уже смиренна, она уже дает возможность человеку переступить через свою гордость и стать на правильный путь молитвенного заступничества пред Господом. Это без этого невозможно жить. Если человек это не поймет, это многие не понимают. Многие говорят, а зачем мне помощь Богу? Некоторые говорят, а чего я Бога буду своими просьбами отвлекать? У него и так много других проблем, задач у Бога. То есть он как бы сам по себе, я сам по себе. Это все гордость говорит нам бесовская. Поэтому давайте все-таки вспомним слова Бога, опять же, и на них будем опираться, что без меня, Господь говорит, без меня ничего доброго вы сделать не можете. Поэтому все, что у нас доброго есть в нашей жизни, все нам даровано Господом. Без сомнений и без тех, так сказать, моментов, что верую я в Него или не верую, есть для меня Бог или нету, все равно без Него я доброго ничего не смогу сделать. Да, и прежде чем терять время на поиски земных, каких-то утешений, поиски помощи земной, надо сразу к молитве Господа. Ведь даже сколько, Иоанн, этих случаев, библиецких случаев, когда там молитва и дождь, там пророк Илья, да, все это посылал. Ну, мы помним, как пророк Иона убегал от Бога, да. То есть он даже сел на корабль в фарсис плывущий, чтобы уплыть народов, которым был послан проповедовать, да, ваилонских народов. То есть он, и что произошло, чем дальше он отплывал, тем больше ему пришлось потом находиться внутри кита, который его возвратил на это место и изблевал на место его проповеди. И он понял, что, ну, а куда я от Бога убегу? Если сам Господь хочет, чтобы я шел проповедовать, а я пытаюсь, так сказать, сопротивляться, ну, это бесполезно. И он тогда уже смиренно пошел проповедовать. Вот некоторые люди также напоминают этот пророк Иону, которые также борются, борются, борются с Богом. Там нет, я сейчас сам, нет, не надо, не пойду там в церковь, не буду молиться, не буду. И вот они только теряют время своей жизни и отодвигают время жизни, спокойной, мирной жизни с помощью Божьей. Сами себя мучают фактически. Поэтому здесь, чем быстрее человек приходит к Богу, и чем быстрее он начинает молиться, тем быстрее у него в жизни все налаживается. Ну, вообще-то частое наше, да, что я не хочу, вот не хочу этого и все. Даже без объяснений, получается, спрашиваешь, ну, а что тебе мешает? Ну, вот это просто вот мое такое желание. Оно алогично, оно без каких-то подтверждений. Это просто желание, это просто вот чувство такое, которое не имеет под собой никаких оснований. Ну, ему раскладываешь по полочкам, ну, ты сделай то-то, то-то, то-то. Ну, вот ты сам, ну, не веришь, что это произойдет, но я-то верю, что это произойдет. Почему ты мне не веришь? Ну, какой-то внутренний барьер, да, говорит? И этот барьер мешает, ну, это внутренний, он такой же внутренний, как и внешний. Внутри и гордость мешает, а снаружи бес нашептывает, и такое единомыслие с гордостью человеческой бес образует, и тогда человек подпадает под действие. Когда снаружи бес говорит, а изнутри гордость говорит, и все, человек остается побежденным в этой ситуации. Поэтому, если он хотя бы одного из этих соперников своих отбросит, или беса внешний, то есть фактор, или гордость внутренний фактор, то он придет к Богу. Что заключается вообще в прошении «помилуй меня»? Ведь мы даже, даже и у монахов такая практика, Иисуса молитва, непрестанной молитвы, да, «Господи Иисусе Христе, сани Божий, помилуй меня». Что заключается в этих словах? Ну, здесь удивительным образом мы научились уже не приносить какие-то жертвы в своих согрешениях такие, которые нас бы освободили от них. То есть, ну, как раньше в ветхозаветном мире, да, согрешил человек, он должен был там или голубя принести в жертву, или там козла, или там теленка, ну, в зависимости от размера греха. Чем больше грех, тем больше жертвоприношений было. И, ну, как бы вот так откупиться, да, можно сказать, от Бога. Сейчас мы к радости имеем совсем другое качество, другой метод очищения грехов. То есть мы прибегаем не к правосудию и жертвоприношению Господу, а мы прибегаем к милосердию Божию и молитве нас, грешных, о помиловании. Вот это слово «помилуй меня» – это значит, мы понимаем, что мы согрешили, мы понимаем, что мы достойны наказания, мы понимаем, что сами мы себя это никак не снимем, это наказание, и этот грех с нас мы сами снять не сможем. И поэтому единственный выход – это обратиться к судье праведному и сказать, «Господи, помилуй меня, потому что, ну, вот немощен есть аз». И это уже, так сказать, пронизана вся христианская церковь, и все христианское учение пронизано этой мыслью. Это, если мы в Евангелии читаем, то там также написано «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот красная нить такая, то есть не сказано «принесите жертвы Богу», потому что Царство Небесное приблизилось-то. Или еще какие-то условия не выставляет Господь, а единственное условие – «покайтесь», и все, и Царство Небесное перед вами будет открыт в ход. Но вот кому-то что-то мешает. Да, у нас завершается передача. Минуточка, пожалуйста, вам заключительное слово к передаче. Ну, всем желаю твердой веры, упования на Бога, как у этой ханонейки, и всегда ощущать присутствие Божьей в своей жизни и просить у Него всегда и везде, и во всех случаях жизни, и добрых, и каких-то тяжелых, всегда вопиять ко Господу о помощи, о благодарности или еще о многих других необходимостях, и которые в нашей жизни складываются. Всем этого желаю. Помоги Господи. Да, благодарю вас, Отец Еменин, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. До свидания. На сегодня все. До свидания.